Дмитрий Бутников в далеком 1999 году был среди тех, кто в составе делегации сотрудников РФИА Цуньев работали в Европейском центре ядерных исследований. Свою лекцию для учителей и учеников школ города он разделил на три условных части. И первую посвятил истории создания ЦЕРНА и людям, которые в нем работают. По словам заместителя директора Института ядерной и радиационной физики, более половины ученых-физиков в мире так или иначе связаны с работами, которые проводят в этом международном научном центре. Эти ученые представляют более 500 научных центров и порядка 80 национальностей. Но основной вопрос в ЦЕРНе, как сейчас модно говорить, что это достаточно толерантная организация. Среди тех, кто присутствовал на лекции, были учителя нашего города, которые, пройдя конкурсный отбор, попали в эту программу. Наталья Ларионова побывала в ЦЕРНе пять лет назад. Как рассказал педагог лицея номер 15, поездка получилась очень насыщенной и познавательной. Это как раз та самая возможность, когда учитель погружается в современную науку, где он общается с современными учеными, которые находятся на краю науки, где у него есть возможность посмотреть все эти детекторы вашего адронного коллайдера. Видео и фотографии, сделанные лично, рассказ очевидцев о месте, где работают лучшие умы планеты, все это не просто оживляет урок. Это дает старшеклассникам почву для размышлений о своем будущем. А для некоторых становится толчком в выборе профессии. Основная цель вот этой научной школы для учителей, она как раз заключается в том, чтобы учитель, загоревший сам, приехав сюда, мог рассказать все это своим ученикам и таким образом привлек своих учащихся к современной науке. В декабре этого года пройдет еще одна встреча в рамках проекта «День учителя на объектах атомной отрасли». А опыт, который был получен в ходе встречи сотрудников городообразующего предприятия, преподавателей и учеников школ города, будет приумножаться. Следующая лекция будет подготовлена сотрудниками Института физики взрыва. А значит, можно быть уверенным, будет очень интересно. Кирилл Васильев, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.